Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. Ну что, друзья, еще раз здравствуйте. Доброе утро всем, кто сейчас смотрит и слушает Страну ФМ. Валерия Майорова. Влад Кутузов. И мы в студии не одни, потому что в гостях рядом с нами сегодня Наталья Титова. Я сейчас этот длинный список все-таки произнесу, чтобы ничего не забыть. Наталья Титова, профессиональный психолог, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, ведущий групповых тренингов с опытом аж 16 лет. Это профессиональный оратор, спикер, ведущий, автор книги «Как понимать людей с первого взгляда», директор тренинговой компании «Авторский тренинг». Все правильно? Да, абсолютно верно. Но это еще не все. Разработчик уникальных приемов делового общения, успешно применяемых в российских и западных компаниях. И основательница образовательного центра «Сити-класс». Вот с этого места хочется прям сразу поподробнее. «Сити-класс», образовательный центр. Что это такое? Чему вы там учите? В какую сторону образовываете людей? Я скорее бы здесь уточнила и конкретизировала. Я не столько основательница и не основательница, конечно. Я преподаватель «Сити-класс». Ну, я достаточно давно там преподаю. И «Сити-класс» — это, наверное, старейшая, уникальная по своему жанру обучающая компания, в которую приходят люди. «Сити-класс», да, то есть такое городское обучение, где такие короткие, приятные, различные курсы на самые разные темы. От психологии до кулинарии, маркетинга. Там выступают виднейшие преподаватели страны, и публичные люди там преподают. Да, вот мы их все знаем, они знаменитые. Ну, например, например. Радислав Гондопас, Александр Васильев, Елена Мореева, продюсер Первого канала, да. Ну, еще масса многих времен. Ну, это именно более чем известные. Более чем известные, да. Да, и вот вместе с ними я там тоже такой скромный преподаватель своих тоже мастер-классов. Но уникальность компании в том, что там короткие, там есть формат коротких мастер-классов тренингов, на которые любой городской человек, взрослый, может прийти в любой момент вечером после работы и прекрасно всему обучиться, узнать что-то новое, подружиться с новыми людьми, и замечательный формат. А короткие тренинги, они так же эффективны, как длинные, когда людей на два дня закрывают, и они там вот варятся во всем этом? У них разная цель. Короткие тренинги могут быть безумно эффективны, там идет такой экстракт информации, быстрый вброс, такой прямо, знаете, инъекция такая сразу идет. Экстерн-метод такой. Такой, да, то есть ты приходишь, и бац, тебе за три часа, там с 19 до 22, прямо дают такую мощную информацию. Ну, вот на моем примере у меня есть человека-логия, там шесть типов личностей, и что делать с трудными людьми. Вот все три часа я могу без перерыва, и это такая мощная инъекция людям. Ну, они очень рады, то есть им нравится, я их спрашиваю, вам перерыв нужен? Они даже иногда говорят, не нужно, вот давайте, нам все очень интересно, мы хотим сидеть. Вот мы сидим до 10, и даже больше, и там жутко увлеченно этим занимаемся. Это очень полезно. А большие тренинги в формате двух-трех дней у них просто другая задача, там навык вырабатывается. Я предлагаю, да, сейчас послушать музыку, а потом... Да, у нас, к сожалению, вот та ситуация, когда нам нужен перерыв небольшой, в отличие от лекции. И чуть позже мы вернемся, друзья. Напомним, что у нас в гостях Наталья Титова, профессиональный психолог, бизнес-тренер. Спасибо. Скоро продолжим. Я выходила на улицу в платье, красивым, как твои глаза почти, да. Меня обмазала от каждого объятия, ну, здравствуй, поцелуй, элитимы. Ты мне читал загадочные рифмы, водил туда, где самый чистый воздух. Как хорошо от каждого взгляда, от того, что рядом, ты просто рядом. Моя ты, а я, я твой, я твой, я твой. Я ходил по дворам непрекайно, спотыкайся, мокрый асфальт. Прямо напротив твоих окон хрустальны, фристайлил о любви не в попасть. Твои холодные пальцы, горячие взгляды. Ты сказала, ну, здравствуй, здравствуй, так надо. Лети, эй-эй-эй-эй, со мной. Твоя я, а ты, ты мой. Я твой, я твой, я твой. Иди, эй-эй-эй-эй, со мной. Моя ты, а я, я твой, я твой, я твой. Как круто, круто с тобой. Я хочу, чтобы ты был только-только мой. Так круто, круто с тобой. Я хочу, чтобы ты была только со мной. Лети, эй-эй-эй, со мной. Твоя я, а ты, ты мой, ты мой. Лети, эй-эй-эй, со мной. Моя ты, а я, я твой, я твой. Лети, эй-эй-эй, со мной. Твоя я, а ты, ты мой, ты мой. Лети, эй-эй-эй, со мной. Моя ты, а я, я твой, я твой, я твой. Утро страны на телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжается утро на телерадиоканале «Страна.ФМ». У нас в гостях Наталья Титова. Очень много регалий у Натальи. Наталья нам начала рассказывать про образовательный центр «Сити-класс». Мы поговорили про короткие тренинги. Я так понимаю, что длинные тренинги как раз, которые с глубоким погружением тоже вы проводите. Да, я года с 96-го, 98-го, бизнес-тренер. Например, у меня так сложилась моя профессиональная судьба после факультета психологии. Я вот сразу начала этим заниматься. И, собственно, первые тренинги, с которых я начала свою жизнь, это были тренинги для компаний российских и зарубежных. Они заказывали у нас эти тренинги. Это очень конкретная вещь тренинги, когда компания заказывает для своих сотрудников для выработки тех или иных навыков и компетенций. Например, как правильно и профессионально общаться с клиентом в продажах, управлять, менеджерские аспекты, коммуникации, деловое общение, переговоры, презентации, мотивации, много-много всего. Называется soft skills. Ну, извините за английскую кальку, но все это пришло скорее из англоязычной традиции, поэтому это все имеет в первую очередь английский аналог. Но зато мы понимаем, о чем идет речь. Прокачать скиллы. Прокачать скиллы по полной, да. И для того, чтобы это сделать, нужны двух-трехдневные тренинги. А когда-то у меня бывали марафоны по неделе даже с компаниями, например, менеджерские навыки, там много аспектов и длительное погружение. Ну, хоть чуть-чуть заглянуть, что там такое упражнение на доверие, когда ты должен упасть, а коллеги должны тебя поймать? Ну, это скорее, наверное, относится к тренингу по командообразованию, такое наиболее известное, да, упражнение. Там идут мини-лекции, обозначение проблемной ситуации, типичной для участников, обсуждение ее, пробу в ролевой игре. Есть ролевые игры, когда идет распределение ролей, разыгрывается типичная ситуация, продавец-покупатель, руководитель-подчиненный, клиент, представитель сервиса. И люди пробуют свои навыки, насколько они у них прокачаны, как мы теперь говорим. А затем им дается мини-лекция, где даются определенные технологии, алгоритмы, как правильнее вести себя в той или иной ситуации. И затем идут упражнения, навыковые тренажеры, специальные ролевые игры на выработку навыков и закреплению того, что им сейчас было преподано. Короче, Лера, тебе предстоит в это погрузиться полностью. Прям вот полностью, надолго желательно. Я даже не об этом сейчас думаю. Я ведь думаю, что не только подчиненные нуждаются в тренингах, ведь руководители тоже нуждаются в тренингах. Группы сотрудников, они же разные, не все продаются быть совершенно верно. Вот, Лера, можно я тебе подхвачу? Можно я тебе подхвачу? С бизнесом понятно, да? Подчиненные руководители. И тем, и этим понятно для чего. А вот обычный человек, у которого нет подчиненных и нет руководителей, а просто для себя, для себя любимый, он может прийти, что он получит тогда? Конечно. Вот как раз открытые тренинги, да, есть корпоративные тренинги, а есть открытые тренинги, так называемые. Вот в сити-классе открытые тренинги. Вот там мы выбираем любой тренинг, например, по мотивации одним словом, или по человекологии, или по харизме, или еще какой-нибудь. И человек приходит сам для того, чтобы свои навыки прокачать. Но, конечно, есть еще открытые тренинги, проводимые длительно, двухдневные, трехдневные, тренерами. Пожалуйста, очень много сейчас... Огромный рынок перенасыщен предложениями подобных тренингов. Вы можете только выбрать себе профессионального тренера, который вызывает у вас доверие. Выбрать навык, который вы хотите развить. И, собственно, прийти на такой тренинг. Ну вот, кстати, очень важный вопрос, как правильно выбрать себе тренера. И об этом мы говорим совсем скоро, друзья. Прекрасно. Прямо сейчас недолго прервемся. С удовольствием. РИБА МЫЕ МЕЧТЫ ПЕСНЯ Лобил я много разных рыбок. Я знаю клювые места. Где Dead, дичьих улыбок, пойтать чего-то, как с куска, Но только ты! Рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты Когда клюет, тогда полсотни Могу я замуж натаскать От ленингатки и до капотни Гуляю в стае всяких танк и кач Но только ты, рыба моей мечты 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 Только ты Ловил я много, ловил я часто Пираний тоже я ловил А как-то раз с огромной пастью Попался прямо крокодил Но только ты, рыба моей мечты Только ты, рыба моей мечты Но только ты, рыба моей мечты Только ты, рыба моей мечты Чем больше знаешь, тем интереснее жить А с хорошей музыкой Интереснее вдвойне Телерадиоканал Страна ФМ Только в нашем эфире Ежедневно Звездные гости Новости Наука Исторические факты Кино Города России и мира Культура Автомобили Путешествия Полезные советы Книги Спорт Все краски жизни И лучшая музыка Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну Слушай, смотри Утро страны На телерадиоканале Страна ФМ Продолжаем разговор Наталья Титова Профессиональный психолог Кандидат психологических наук МГУ Бизнес-тренер Ведущий групповых тренингов С опытом работы 16 лет У нас сегодня в студии И еще много-много-много Всяких регионах Ей можно задать вопросы Друзья 8909-928-189-9 Вотсап и вайбер Ну а тема наша сегодня основная Как управлять людьми Да, Наталья Остановились мы на том Вот если человек решил это сделать С собой Да Как ему поступить Как правильно выбрать тренера Такого хорошего, настоящего Как не пойти к человеку Который немножечко не из этой истории Испортит тебе все еще там дальше Да Да Сейчас предложений на рынке много И как выбрать Первое, на что стоит обратить внимание Это опыт работы Как давно Этот человек Занимается этим славным делом Ну, всегда-всегда считалось Что от трех лет Некая такая вот И на работу обычно берут с опытом Брали всегда с опытом От трех лет Но сейчас я уже побоюсь Что больше На самом деле, да Это примерно как искать себе тренера в штат Вот когда Я просто Как владелец тренинговой компании Я сталкивалась с кастингом тренеров И вот когда мы отбирали себе в штат тренеров Вот примерно Выбор себе тренера для тренинга Это примерно то же самое Как давно он занимается Далее Нужно посмотреть Где-то на YouTube Или в каких-то еще ресурсах Или по возможности Прийти на бесплатную версию Или посмотреть вебинар Может быть бесплатный вебинар Сейчас это очень распространено Как он работает Потому что Нужно посмотреть Не только на его уровень Профессионализма И владения навыками Но еще Насколько этот человек тебе подходит Насколько он тебе близок Потому что У него может быть очень много регалий Может быть очень профессионален Великолепен Но это в тебе не откликается А вот в тебе не откликается Зависит очень от многих факторов Не обязательно тренер плохой Может быть просто Вы с тренером не совпадаете Вы не очень совместимы Вы люди банально разных типов личности Или противоположных У тренера много академичности И сложности А ты хочешь какого-то фана Или наоборот Но я сейчас говорю о примитивном Есть и другие Как бы очень много других факторов здесь То есть ты просто смотришь Как он работает Дальше ты смотришь отклики Тех, кто был у него на тренере Слушаешь Встречаешься с этими людьми Звонишь им Разговариваешь с ними Может быть ты спрашиваешь Гуглишь Как говорят Такое страфонное радио То есть человек должен быть Бэкграунд Какой-то более-менее солидный Понятный Отзывы клиентов Да, отзывы клиентов Какие-то рекомендательные письма Бэкграунд Слухи Слухи, сплетни В хорошем смысле этого слова И Что еще здесь может быть Ну, очень хорошо, конечно, видеть вживую человека Потому что тренерская работа Это еще работа с энергетикой Насколько тренер То, как он работает с энергетикой зала Аудитории Группы Насколько он тебе приятен Адекватен для тебя Там, не болезнен Не травматичен Наоборот Насколько он наполняет тебя энергией Потому что Все-таки я считаю Что одна из главных ролей Тренера, бизнес-тренера Преподавателя Это не только И не столько дача навыков и знаний Сколько наполнение человека энергией Сколько воодушевления Усиления Потому что Не секрет, что Наша основная проблема Зачастую Это нехватка энергии Нехватка сил Когда мы на распути Когда мы не уверены Куда нам двигаться дальше И что нам делать И очень хорошо Когда появляется Эдакий волшебный пендаль Такой человек Сильный Уверенный Кому мы можем довериться Энергичный И по сути дела Люди зачастую платят за энергию Друзья О том самом волшебном пендале Одна очень немаловажная вещь Мы поговорим совсем скоро С Натальей Титовой Титовой Профессиональным психологом Бизнес-тренером Вернемся к вам через несколько минут Это дождь Как музыка мокрых крыш Ты тоже сейчас не спишь Где-то далеко Прикоснись Пусть мысленно и легко Я знаю твоя любовь Сильнее всех разлуг Я хочу Чувствовать, чувствовать тебя Шар земной Еще один сделан круг И стали мы ближе вдруг Провожай Провожай Все лайнеры поезда Но вместе с тобой всегда Останется эта любовь Я хочу Чувствовать тебя Чувствовать тебе Чувствовать, чувствовать тебе Чувствовать тебе Чувствовать, чувствовать тебя рядом Нежность твою и спить до дна Слепо чувствовать, чувствовать Сгорать от взгляда Чувствовать, чувствовать тебя рядом На расстоянии стать еще ближе Чувствовать, чувствовать и небо падать Чувствовать, чувствовать тебя Чувствовать, чувствовать тебя Чувствовать, чувствовать тебя Чувствовать, чувствовать тебя Это потрясающе бодрое доброе утро Мы встречаем не одни, а в компании Профессионального психолога Кандидата психологических наук МГУ Не буду долго перечислять Наталья Титова у нас в гостях Еще раз очень приятно И сколько у нас прекрасных разговоров за кадром Да Сейчас мы продолжим в эфире Очень интересно, прям даже жалко, что нельзя вещать нон-стоп Вот вы сказали в предыдущем выходе Очень важно, чтобы специалист наполнял тебя энергией Заряжал тебя на новые подвиги А есть очень много специалистов Или в кавычках специалистов, которые используют Агрессивные методы От которых ты выходишь разбитый И просто думаешь, я сам во всем виноват Я не знаю, что делать И начинаешь метаться Имеет ли такой метод вообще агрессивный Право на существование Там действительно все очень жестко Мы об этом говорили Вот, ну, простите за это слово По-другому не сказать Опускают людей Да, очень сурово все просто Бывают, да Есть тренеры-провокаторы Да, да, да Это люди, во-первых, определенного психологического типа Становятся такими тренерами Безусловно, там, у нас есть психотипы Типологии личности Я сейчас поэтому не буду называть прям в лоб Там им диагнозы ставить Да, я не буду этого делать Но это вот определенный психологический тип тренеров Там это часто бывают даже мужчины Чаще, чем женщины Им нравится через жесткую провокацию Зачастую эмоциональную провокацию Осуществлять вход в тренинг, например Провоцировать на что-то Там, говорить какие-то унизительные Нелицеприятные зачастую вещи Сразу с порога людям Вот им нравится это делать И, безусловно, есть категория людей С другой стороны, да, со стороны аудитории Которым нужно и даже нравится Нужна вот подобная встряска Но, как правило, это люди Наиболее стрессоустойчивые С такой малоуязвимой психикой Менее подвижной психикой Может быть, даже сами Такие агрессивные и любящие конфликты И с удовольствием выходящие на этот конфликт И сцепляющиеся с тренером А может ли это навредить? Но, при этом, вот я хочу сказать Есть и другая категория людей Достаточно высокий процент Которые болезненно Сложно, трудно Воспринимают такое воздействие Зачастую они отвечают на это Закрытостью Уходом в себя Депрессивным состоянием Бывает, что длительным депрессивным состоянием Плачем Ну, я наблюдала несколько Такие истории могут и трагически закончиться В самом плохом случае Да, бывают, к сожалению Бывают и неприятные концы Действительно, бывают и трагические Ну, потому что Человеческая психика Довольно непредсказуемая Сфера И мы никогда точно не можем знать Как данный человек В конце концов Отреагирует на то или иное воздействие Мне кажется, сам человек Идя туда К этому жесткому, суровому тренеру Он должен понимать Что он там получит И надо ли ему это Совершенно верно Или лучше Не-не-не, ничего другое Обычно люди идут в кризисных ситуациях Вот в чем момент-то Да, и очень часто идут люди Тонкой душевной организации С определенной Высокой чувствительностью Нервной системы Склонные к тонким переживаниям И, конечно, для них Такое начало тренинга И такой стиль тренинга Не приемлемо Я бы не рекомендовала Слушайте, давайте, наверное Как выбрать опять Куда пойти Как сделать это правильно Все-таки для себя Мы об этом поговорим Чуть позже У нас в гостях Профессиональный психолог Бизнес-тренер Наталья Тито Вернемся к вам скоро, друзья О, я Ничего не предвещало Вроде бы А теперь не понимаю Быть или не быть Почему не совпадает В чем секрет То тебя уже нету То меня еще нет Я сегодня словно Между двух огней Или на краю обрыва Если быть точней Не забудь свой зонтик Милый, будет дождь Я тебе намекаю А ты никак не поймешь У меня появился другой У меня появился другой У меня появился другой Ты просил найти выход А выход только такой Ты просил найти выход А выход только такой Это стало понятно мгновенно Я просил говорить откровенно Тебе поверил, но это было, видимо, зря Не надо выдумывать факты Сто, хватит Твои клятвы были напрасными С ними маски Выход дати Но слуха в том, что вышел другой Это не сказка Это не была ошибка и глупая Я тебя оберегаю А себя боюсь Наихудшее лекарство Это ложь Я тебе намекаю А ты никак не поймешь У меня появился другой У меня появился другой У меня появился другой Ты просил найти выход А выход только такой У меня появился другой У меня появился другой Ты просил найти выход А выход только такой У меня появился другой У меня появился другой У меня появился другой У меня появился другой Ты просил найти выход А выход только такой Утро страны На телерадиоканале Страна ФМ Продолжаем это утро Я вам хочу сказать, что за эфиром Такие разговоры у нас происходят Душевные Мы уже тоже заряжаемся От Натальи Титовой по полной Мне кажется, мы даже не... Очень взаимно Ну давайте в эфир перейдем Мы закончили на том, что Вот человек, который решился пойти На обучение Вот все-таки в чем разница И что лучше И для кого лучше то или иное Имеется в виду Занятия один на один Занятия групповые Либо самый часто встречающийся Сейчас вид занятий По понятным причинам Онлайн По скайпу и так далее и прочее Прекрасный вопрос Онлайн это очень новое За этим большое будущее считается Потому что это просто сидишь Никуда не выходишь Тренер тоже сидит И никуда не выходит У своего монитора И происходит чудо Случается чудо И идет обмен знаниями Вебинары Да, сейчас очень-очень популярно Тренинг Всегда был, есть и будет Я думаю Потому что тренинг Тренинг это групповая форма обучения Причем тренинг Я бы тоже подразделила На шоу-семинары Знаете, есть такие тренинги Я бы назвала их шоу-семинары Где количество аудитории От 50 и больше До 1000 и больше И они там танцуют Все поют Когда идет Вау, ура, вперед Продаем, управляем И так далее Я называю их еще мотивирующие Я считаю, что длительность Таких семинаров Не должна быть больше 4 часов Я считаю, что здесь Неограниченное количество участников Вплоть до стадионов И здесь должен быть Очень харизматичный ведущий С юмором И с артистизмом И я считаю, что здесь Основная задача Которая решается Это мотивация этих людей На что-то Поменять видение Замотивировать Водушевить Дать волшебного пендаля Развернуть И так далее Есть групповой тренинг 12-14 человек Это классический навыковый тренинг Обычно там Длится он 2-3 дня И здесь идет Обычная групповая динамика Классические ролевые игры И обучение навыкам Есть более камерный формат Это 6-8 человек Бывает, что и меньше Здесь идет уже Элемент индивидуального тренинга Чаще всего это заказывают Для топовых должностей Владельцев компаний Уровень президентов компании Уровень первых лиц компании И я бы сказала Что это бывает Как групповой коучинг Когда идут Стратегические сессии Обсуждение каких-то Локальных внутренних вопросов И это уже не столько Даже навыковый тренинг Сколько стратегическая сессия Здесь могут быть затронуты Уже более глубинные Психологические аспекты Если они касаются Особенности управления компанией Это тоже такой вот тренинг Наконец есть и коучинг Это индивидуальное занятие Это развитие Индивидуальных навыков Это помощь в достижении целей Это консультирование Коучинг бывает Более психотерапевтичный Менее психотерапевтичный Коуч-коуч Это тоже рознь Коучи все очень разные И это тоже очень отдельная тема Есть разные школы коучинговые Вот И, наконец, да Есть онлайн Виртуальный формат Человек должен сам для себя выбрать Что ему хочется Что ему нужно Бесконечная тема Давайте мы к ней вернемся попозже У нас сейчас небольшой перерыв И у нас в студии Наталья Титова, друзья Я как Юрий Гагарин В твоем микрокосме Все, что добыло, знаю И знаю, что после О тебе не мечтая Без тебя не страдая Улыбаясь тихонько Дверь твою открываю Я себя уверяю Ты создание пустое Ты совсем не мое И люблю я другое Только все-таки что-то Меня побеждают Твои руки в обратном Меня убеждают Метко, метко, метко Судьба стреляет Редко, редко, редко Упруга, детка, детка Я не твоя подруга Я как Федор Михайлович Со своим идиотом Я тебя разгадаю По первым трем нотам Мой диагноз печален Заболеть не пытаюсь Как снегурочка таю К тебе прикасаюсь Мысли цвета морэнго Небо цвета индиго Наше детское счастье Это все-таки дико Но слаще сиропа Кожа цвета ванили Твои губы опять Не туда угодили Метко, метко, метко Судьба стреляет Редко, редко, редко Не попадает Ветка, ветка, ветка Была упруга Детка, детка Я не твоя подруга Я как Юрий Гагарин В твоем микрокосме Все, что добыло, знаю И знаю, что после О тебе не мечтая Без тебя не страдая Улыбаясь тихонько Дверь твою открываю Я себя уверяю Ты созданье пустое Ты совсем не мое И люблю я другое Только все-таки что-то Меня побеждают Твои руки в обратном Меня убеждают Метко, метко, метко Судьба стреляет Редко, редко, редко Не попадает Ветка, ветка, ветка Была упруга Детка, детка Я не твоя подруга Утро страны На телерадиоканале Страна.ФМ Итак, мы продолжаем Ой, как все здорово У нас тут Плохие неправильные слова Заканчиваем Не хочется их говорить Потому что еще просто Огромное количество Всяких вопросов разных У нас есть вопрос Который мы должны Обязательно осветить 13 июня состоится Очень важная лекция В образовательном центре Сити-класс Расскажите нам, пожалуйста О ней подробнее И давайте пригласим Наших зрителей и слушателей Да, что это будет Кому туда необходимо Было бы пойти И что у человека Должно произойти в голове Вот какой-то щелчок Чтобы он сказал А это же мое Мне же туда надо Мне туда надо А это мастер-класс Который называется Стань супер Его цель Это раскрытие Наших личных изюминок Безусловно Все мы потенциально супер Но не всегда мы Если признаться себе честно Чувствуем себя супер Вот Супер это значит Это такое огульное название Конечно У этого мастер-класса Но оно раскрывает суть То есть Я Успеха Мне нравится Как я выгляжу Мне нравится Как я веду себя Я получаю Позитивную Обратную связь От окружающего мира И я счастлив абсолютно Вот это супер Вот это состояние Я супер Оно К сожалению Там не всегда У нас бывает Мягко говоря Это так Вот этот тренинг Он помогает Ответить на вопрос Каждый из участников тренинга Что ему нужно Для того Чтобы почувствовать И быть супер Где его зона раскрытия Его супер Суперскости Да Такой Его зона харизмы Его точка Оптимального поведения То есть В которой он действительно Раскрывается И мы Будем работать С каждым участником Данного мастер-класса Рассказывать о том Что такое человеческая харизма У нас есть стереотип Что харизма Свойственна только Отдельным личностям Определенным Каким-то великим Каким-то недосягаемым Полководцем Артистом А что она есть у всех На самом деле Харизма есть у всех Потому что харизма Это личная внутренняя сила человека Просто Одни люди В силу истероидности Артистичности Своего характера Не знаю Большей раскрепощенности Определенных особенностей Судьбы И особенностей воспитания Как бы быстро Раскрывают Свои харизматичные качества У каждого есть Индивидуальные особенности Которые нужно Почувствовать Увидеть и раскрыть Ну вы можете зайти На www.cityclass.ru И увидеть адрес Зарегистрироваться На этот мастер-класс И прекрасно на него прийти В общем, друзья, приходите Добро пожаловать Ну все 20 секунд у нас осталось В большом желании Наталья Титова у нас была в гостях Профессиональный психолог Бизнес-тренер И много-много-много Всяких регалий Человек, который ответил На огромное количество вопросов Спасибо вам огромное Не удалось Было очень приятно Очень приятно Очень счастливо Спасибо вам большое Наталья Титова Спасибо большое Приходите, еще будем ждать Друзья, вам пока До завтра